Назад в СССР. Сильнейшие ностальгические воспоминания об ушедшей эпохе пробудил у горожан Магнитогорский театр оперы и балета. Здесь в рамках фестиваля «Оперетта Браво» прошел показ советской оперетты «Белая акация». Его представили гости и солисты театра, чья проникновенная игра заставила зрителей задуматься об утерянных современным обществом ценностях. «Оперетта Браво» Вот с этого очень трогательного признания в любви к родному городу и начинается рассказ о жизни одесских китобоев. Как и полагается советское опереттие, эта история сводит вместе положительных и отрицательных персонажей. Сталкивая их, авторы показывают, каким последствиям приводят стремление к личной выгоде и обман и какие качества имеют истинную ценность. Если еще несколько лет назад зрители бы морщились от такого идеологического пафоса, то сегодня рассказ о хороших, в общем-то, людях обрел новое звучание. Почему так произошло, объяснил гость фестиваля Алексей Штыков. Он признался, за те 10 лет, что играет капитана Гарпунеров Костю, его отношение к этому персонажу поменялось кардинально. Тогда в силу возраста было сложнее понять этого персонажа. Сейчас я понимаю, что да, это, наверное, когда у людей есть идеалы, есть рамки, в которые они себя ставят, рамки ответственности в плане отношения к людям, к любви, к профессии. Это очень важно, и этого порой не хватает. Сейчас я этого персонажа понимаю больше. Сегодня больше на сердце ложатся и мелодии этой оперетты, написанной великолепным мелодистом Исаком Дунаевским. Поэтому искренне сожалея о том, что в репертуаре питерской мускомедии нет этого спектакля, Алексей всегда охотно принимает предложение сыграть его в других театрах, даже не взирая на сложные перелеты. Я не спал почти двое суток. У меня получилось из-за того, что был перелет, был ранний вылет, соответственно, там время между пересадками было очень мало. Потом приехал сюда, у меня была сразу репетиция одна, потом вечером оркестровая. И потом, только после спектакля, я вот решил и смог это спаться. Все это Алексей пережил за день до выхода на сцену в фестивальном спектакле, что не помешало хорошо его отыграть. Сделать это помогли солисты Магнитогорского театра, благодаря которым и вот спектакль получился комфортным, и сама работа была интересной. В частности, гостя впечатлила трактовка образа Прайдохи Яшки, которая сделала этот персонаж глубоким и многогранным. Нравится мне этот персонаж. Яшка, ну я, в принципе, где-то отчасти даже на него, наверное, похож, на этого персонажа. Характером маленько, коммуникабельностью какой-то, что вот ни с кем не ссорюсь, как-то иду на уступки, могу пойти, могу где-то надавить. Вот, ну, а в плане того, что он непостоянен такой человек, тут вот да, тут я с ним не согласен. Полюбился незадачливый Яшка и зрителям, которые от души хохотали над его проделками, а также с большим удовольствием слушали щемящие сердце и душу вокальные номера главных героев, которые пробудили сильнейшие ностальгические воспоминания об ушедшей эпохе. Мне очень-очень нравится. Я вообще люблю наш театр. Ну, я вообще поклонница, театралка и хожу на все спектакли. Интересная идея и интересная постановка режиссера и прекрасные, прекрасные голоса.